Глава Самары Елена Лапушкина вместе с представителями Департамента городского хозяйства и МП спецремстрой Зеленхоз перед открытием новой школы в Волгаре обсудили благоустройство прилегающей территории. Мэр поставил задачу привести в порядок ограждения, тротуары, газоны и следить за ними, чтобы к 1 сентября ухоженная территория встречала учеников нового образовательного учреждения. Самарские дайверы присоединились к Международному дню очистки водоемов. Специалисты погружались в воду в Красноглинском районе, недалеко от места, где в Волгу впадает сок. Дайверы очищали дно и береговую линию от мусора. В Самаре следователи выясняют обстоятельства гибели людей на железной дороге. Днем 16 июня на станции Киркомбинат в советском районе Самары поезд сбил мужчину и женщину, которые переходили железнодорожные пути на оборудованном пешеходном переходе. Машинист затормозил и подал громкий сигнал, но не смог избежать наезда. Ушла из жизни почетный гражданин Самарской области, заслуженный работник культуры РСФСР Светлана Хумарьян. Она возглавляла Управление культуры областной администрации с 1990 по 2000 годы и внесла весомый вклад в развитие культуры региона. До конца своих дней продолжала руководить фестивалем классического балета имени Алла Шелест. Коллектив телеканала «Самары ГИС» выражается болезнования родным и близким. В Самарской области следователи проверяют обстоятельства гибели человека, травмированного маломерным судном. Водитель лодки, который наехал на человека в воде, скрылся, его разыскивают. В рамках досрочных выборов губернатора Самарской области, которые пройдут с 6 по 8 сентября, начала работать «Горячая линия». Ее запустили в региональном аппарате у полномочного по правам человека с целью реализации закрепленных в Конституции прав человека избирать и быть избранным. Телефон «Горячей линии» 8 846 337 29 03. Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Автоградбанка из-за нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и законодательство в области противодействия легализации отмывания доходов, полученных преступным путем. Вкладчикам вернут 100% остатка средств, но не более 1 400 000 рублей в совокупности на одного человека. Мусульмане всего мира отмечают Курбан-Вайрам, праздник окончания хаджа, то есть паломничества в священный город Мекка. Это одно из двух главных торжеств в исламе, которое символизирует милосердие Аллаха и преданность ему верующих. Субтитры создавал DimaTorzok